В зале педагоги, воспитатели, директора образовательных учреждений на сцене те, для кого работает вся система образования. Для отрасли в целом власти курорта делают немало. В этом году, подчеркнув глава города, бюджеты всех уровней вложились в подготовку образовательных организаций к новому учебному периоду. На то, чтобы всеми были получены паспорта готовности, потрачено 77 миллионов рублей. 20 миллионов шефских средств привлекли для ремонта ряда школ и детских садов. Как и предыдущий, нынешний год будет проходить в условиях жесткой финансовой дисциплины, хотя уровень финансовой обеспеченности образовательных организаций не будет снижен. У нас в крае нет аналогов, чтобы за каждым учебным заведением, за каждым детским дошкольным учреждением были закреплены шефские организации. Частное государственное партнерство тоже будет приемлемо. И могу сказать, что уже в этом году мы должны начать строительство двух детских садов в Дагомысе, на Мамайке и на улице Фабрициуса за счет частников. Не секрет, что школы и детские сады города сегодня переполнены, но мест хватит всем. 70 сочинских школ в этом году примут учащихся. Это почти 61 тысяча человек, что на 4 тысячи больше, чем в прошлом. Работа по строительству объектов образования ведется в проекте и разработка новых территорий для возведения школ. Не исключено и строительство пристроек. Школьное население увеличивается, количество первых классов увеличивается. В этом году это 7200 человек. Школы у нас переполнены, конечно. Мы строим школы. Сотая школа получает пристройку в конце года. Полноценное здание на 400 мест со своим пищеблоком, со спортивным залом, актовым залом. 88-я новая школа на 200 мест, плюс детский сад на 40 мест. Мы строим школу в Совет Кваджи на 400 мест. Здание школы в Совет Кваджи откроет свои двери в следующем учебном году. А в краевую программу уже поданы заявки на три пристройки. Речь идет о гимназии номер 15, школах 82 и 11. Также зарезервированные земельные участки, где только планируется строить школы и темпы работ, подчеркивает Анатолий Пахомов, должны быть гораздо большими. Здесь необходимо привлечение инвесторов. Принято решение привлекать в город и педагогический состав. А уже на следующей неделе глава города планирует лично проверить готовность дошкольных учреждений и школ к учебному году.